денис приветствую тебя я привет очередной эфир после непродолжительной скажем так паузы как и всегда обсуждаем рынки по горячим следам с учетом того что изменилось на них и с учетом того что может произойти опять же эта встреча в преддверии очень важных событий буквально сегодня если посмотреть экономический календарь каждый час что-то будет интересное очень много отчетов по сша и dp статистика которая предваряет но он фарм пэрэллс протоколы последнего заседания американского регулятора отчета и сам по активности в сфере услуг и все это как бы подготовка к будущим действиям федрезерва касательно ключевой процентной ставки ну а если говорить про отчет и дпп по рынку труда это репетиция перед нон фарм то есть наш сегодняшний прогноз с тобой оценка общей граничной ситуации это тоже анонс вот этих ключевых событий предупреждение что волатильность будет очень высокой очень значительный ну и мы соответственно подведем итоги уже того как себя рынок поведет во время следующего эфира потому что точно будет о чем поговорить в целом некоторое время не было эфиров я не могу не задать вопрос по поводу твоего отношения глобально долгосрочно даже не в целом на кратко средний срок отношения доллара что-либо изменилось в твоей оценке исходя из последних данных может быть исходя из последних комментариев джерома паула или ты по-прежнему насколько я знаю ты выступал за продажи индекса доллара и за то что американская валюта ну скорее пойдет вниз нежели чем вверх он буквально крупными мазками денис но если вы вносим крупными мазками то последние где-то вот недели две начнем с того что рынок в принципе флэтовый да я бы сказал весь июнь просто жесточайший был флэт и индекс доллара уже дважды покупал правда через через продажи евро вот ну все же то есть с уклоном на покупки индекса но дело в том что когда мы подошли вот к достаточно важному уровню в районе вот 105 60 там плюс минус вот оттуда начиная буквально с этой недели вот я в понедельник как раз давал у себя на открытом канале анализ по индексу бакса и там я уже после отката который я считаю что уже завершился ожидаю по нему как раз снижение по поводу конечно когда в такой жесткий флэйт и по поводу говорить среднем долгосрока честно я бы конечно не сильно сморозь но где-то пока что локально скажем за продажи где-то в район приблизительно 104 с половиной возможно там плюс минус потому что опять-таки наклонная структура потом буду технически показывать по наклонной структуре просматриваться чаще всего если есть небольшие пробои экстремумов при этом они все меньше и меньше становится откаты все глубже и глубже то в один прекрасный момент цена просто улетает в сторону отката и уже как правило не возвращается ну такое в основном происходит это если хоть какой-то есть тренд если то как у нас сейчас то могут флэтом распиливать просто абсолютно любую информацию но пока что локально хотя бы из-за снижения больше так ну что давай тогда немного детализируем и к более как к сочным реалиям начнем с меня я кстати предлагаю сегодня разобрать ситуацию с долларом если ты не против посмотреть на наш традиционный рисковый инструмент валютного рынка евро и можем затронуть еще сырье в виде рынка драгоценных металлов золото нормально так ну что демонстрация экрана как раз у меня индекс доллара текущей котировки 105.35 в целом если вернуться к моим прежним ожиданиям по доллару я был сторонником того что американская валюта закрепится выше уровня 105 и также благополучно обосновывается на отметке 106 и выше этот сценарий пока на мой взгляд не меняется хотя я понимаю что фундаментальная картина которая нас ожидает сегодня завтра и пятницу это как раз те отчеты которые могут нести какие-то коррективы в представлении доллара потому что судя по вчерашним заявлениям джерома павла который выступал на совместной конференции главы банков синдри фрс все еще сохраняет статус склон очень многое зависит от фундаментальных отчетов то есть мы уже знаем вот эту риторику павла о том что заранее решения принимаются и нужно смотреть за статистикой потому что за не следит фрс и все вот эти движения доллара которые мы наблюдаем последние две недели как ты правильно отметил это по сути про торговка в для индекса доллара относительно размашен корридоре и реакция вот вверх вниз на все отчеты которые публикуются одна статистика радует покупатель другая разочаровывает и все трейдеры которые смотрят более-менее нас в несрочные перспективы каждый отчет анализируют с позиции того как эта статистика как этот сектор влияет на показатель инфляции потому что инфляция влияет на действия резерву по ключевой процентной ставки сожалению вот завершился еще один месяц июнь но мы по-прежнему можем с какой-то более-менее четкой конкретикой сказать будет ли решение по снижению ставки в сентябре потому что все меняется вот достаточно например пятницу появится сильным отчет по рынку трудах он он фармп как трейдер начну сомневаться в том что сентябрьское снижение ставки уместно пока что у нас есть что если по самым актуальным новостному фону приближаться это риторика которая тоже в принципе никого не удивляет чиновников и членов совета управляющих пресс о том что нужно больше данных чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции кстати также подтвердила джером пау отчеты которые мы видим два индекса потребительских цен два последних месяца было снижение нон фармы были довольно неплохими и в целом этот эффект от снижения инфляции может быть компенсирован потенциально сильным отчетом парам перелс в эту пятницу и я для себя выбрал такую стратегию что если говорить об устойчивости снижения инфляции лучше наверное видится в том что действительно так а поможет это сделать например три месяца снижение инфляции что уже является по классике экономического анализа тенденции поэтому до тех пор пока мы не увидим июньские данные по индексу потребительских цен я бы был больше оптимистом в отношении доллара и исполнялся к тому что американская валюта вот в рамках вот этого коридора который сейчас видно на четырехчасовом таймфрейме все-таки будет претендовать на уровне повыше и моя ставка опять же на укрепление доллара с учетом оптимистичных ожиданий сегодня по эдипи по активности сфере услуга и см и несмотря на прогнозы экспертов большинства аналитиков я все-таки жду сюрприз в виде хороших отчетов и по нон-фарм перелс в эту пятницу так что касается европейская валюта мы какое-то время с тобой некоторое время назад касались политических моментов выборов во франции парламентских как мы знаем первый тур уже позади второй тур уже на носу в это воскресенье партию тропа ультраправых пока получила существенно больше голосов чем партия власти макрона но на своих брифингах я отмечал что это не то количество голосов который позволяет им претендовать на абсолютное большинство чтобы сформировать вот прям тотальное единство в рамках национального собрания и уже лоббировать свои интересы реализовывать какие-то законодательные акты и так далее поэтому партии марили пэн нужно заручиться поддержкой энного количества еще лектората в это воскресенье и мы в этот понедельник кстати могли наблюдать как европейская валюта с открытия рынка выросла это как раз было связано с тем что были результаты из полу было понятно что партия марили пэн не получает абсолютного большинства но я думаю то что вот в следующем воскресенье картина уже изменится будет уже очевидное превосходство за партию ультраправых и это может негативно отразиться на динамике евро с открытия в следующий понедельник то есть будет обратная динамика того что мы видели неделю назад евро текущей котировки 1 07 50 я думаю то что выше вот текущего уровня ну 0 7 50 770 коридора мы не уйдем и с большой долей вероятности пойдем вниз а если не сейчас когда потенциально есть шанс укрепиться у доллара на фоне тех релизов которые назвал то политика может внести вот эту лепту в распродажи добавить импульса для движения вниз и отправить европейскую валюту уже ниже отметки 1 0 7 ну и я также за идею того чтобы ецб продолжала смягчать экономическую политику после последних данных по индексу потребительских цен снижение показателя еврозоне до двух с половиной процентов это еще ближе к целевому ориентиру 2 процента то есть на контрасте с действиями федеризировая евро наверное долгосрочно точно останется аутсайдером и будет претендовать на обновление локальных минимумов ну и что касается золота вот здесь интересная динамика мы подходим как раз к уровню локального сопротивления 2342 доллара за то есть концу уже сейчас если говорить про рыночный сантимент толпа находится в продаже сейчас то есть меньшинство покупках и нужно по идее ставить на дальнейшее развитие восходящей динамики там сырьевыми ориентирами долларов на 20 30 повыше текущих значений я бы рекомендовал все-таки либо ориентироваться на психологию на действия большинства и меньшинства и сейчас не сомневаться развитие восходящей динамики либо все-таки тем кто полагается на свой фон сегодня уже золотом не торговать а дождаться посмотреть за реакции рынка на сегодняшние отчеты мы в последние несколько дней золоту наблюдали довольно узкий коридор консолидации в принципе можно сказать что продоволка в узком диапазоне это как раз при люди резким ростом волатильность что может последовать по факту выхода новостей и если опять же придерживаться второго сценария который я предложил дождаться выхода макроэкономических отчетов ну то есть решение уже принимать после того как мы увидим реакцию доллара на статистику а долларов в свою очередь влияет на золото то есть как бы два сценария рискованные это если полагаться на сантимент и здесь можно взять профит 20-30 долларов либо долгосрочный подождать статистику и уже потенциально я думаю впоследствии ставить на снижение золота потому что долгосрочно я уже озвучил свою позицию я оптимист отношении доллара и думаю то что доллар все же не даст золоту сильно вырасти и отправить его к новым локальным минимумом но это уже в перспективе нескольких недель я думаю что на следующей неделе будет возможность актуализировать ситуацию и какой-то сигнал конкретнее дать так и не слово тебе так отлично теперь видно меня значит в принципе у меня есть немножко разночтение чтобы плане анализа дело в том что по евро у нас сейчас мы такая скажем крайне неоднозначная ситуация как в принципе практически по всему валютному рынку из-за весьма такого продолжительного флета значит если взять более такую стратегическую направленность то у нас как раз евро сейчас находится на такой хорошей поддержки у нас еще уровни были технические вот отсюда взяты это еще конец прошлого года также вот здесь вот это у нас середина февраля текущего уже года и в целом то есть такс то структура которая у нас вот скажем описано на рынке то она больше склоняет к мысли о том что движение вверх на перехай здесь может быть в приоритете как раз вот поэтому при при таком раскладе я думаю что мы еще в ближайшее время подрастем не могу сказать насколько далеко потому что вверху как бы цели они аж вот здесь находится в районе 08 50 плюс минус в общем там неконтрольная маржа прямо сейчас мы на половинке маржи находимся и также на локальном сопротивлении фактически нам для хорошего роста нужно прорваться то есть закрепиться в районе максимумов понедельника если это произойдет тогда дальнейший путь вверх открыт также мы к этой мысли наталкивает еще очень сильное падение кумулятивной дельты до этого у нас рост произошел вот вливали дважды точные объемы внизу вот один раз вот здесь второй раз и дважды давали реакцию вверх причем во второй раз уже реакция была сделана такая что перекрыла все предыдущие откатные экстремумы как правило это становится разворотным паттерном и также по пути еще была сформирована вот зонка покупателей в которую также попадает у нас проталкивающий точечный объем который в итоге от него же и сделали реакцию вверх поэтому при таком просладе я думаю что вверх мы еще как минимум на обновление вот этого максимума понедельника можем сходить дальше будем же уточняться потому что я не абсолютно не удивлюсь если мы подойдем вверх сделаем ложный пробой и опять уйдем вниз ну короче у нас последние по сути две недели это абсолютно сплошной был флэт в котором диапазон движения там пунктов 70-75 и это за две недели то есть рынок сейчас скорее мертв чем жив поэтому я думаю что основные новости раскачают даже не сегодня а скорее в пятницу пятничные новости тем более завтра еще день независимости в сша рынки будут закрыты сегодня ранние закрытие будет поэтому основной движ я думаю при нам преподнесут после уже праздников на пятницу кстати по памяти предыдущих таких волатильных событий движения то в основном именно в пятницу после праздников происходили подобные сильные уже движения надеюсь хоть какой-то тренд нам дадут мне уже честно все равно в какую сторону лишь бы же хоть куда-то его дали соответственно по индексу доллара у меня была идея с понедельника что мы отскакиваем где-то вот в районе текущих минимумов там уже начали просто тени вот такие формировать поэтому очень было похоже на локальный отскок вверх правда я ждал его чуть чуть ниже где-нибудь вот здесь что цена застопориться и потом снижение вниз у меня в принципе основная идея нас на вот такое вот снижение сделано но опять-таки с оговорками что как буду двигаться по пути вот это вот падение можно сделать очень простой способ взять вот такую вот трендовую поддержки вот она здесь очень хорошо просматривается и как только цена сделать полноценное и уже пробой вниз а для того что пробить это недостаточно там одну-две свечки закрепить ниже это в принципе не является пробоем здесь нужно чтобы цена полноценно закрепила где-нибудь в районе вот 105 05 там 105 это прямо так так чтобы в идеале и инерционное движение ниже сделала тогда да тогда это будет замечательно и очень похоже будет на то что действительно нам формирует истинный пробой потому что такие движения мы видим что при росте у нас происходит до пробой предыдущих максимумов то и цена закрепляется все выше и выше но при этом коррекции достаточно глубокий то есть другими словами покупатели они есть но они с каждым разом все слабее 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 продавцы наоборот откаты все глубже и глубже и глубже делаю то есть таким образом показывает что у них все-таки есть инициатива и поэтому я бы их не списывал со счетов а вот потом уже когда прогуляемся вниз там уже можем как-то снова вверх отскакивать то есть там абсолютно никаких с этим проблем поэтому локально я считаю что как пока мы не можем это 105 65 пробить нормально вверх может трижды пытались вот сразу подошли потом локально второй раз откатили вот третий раз буквально вчера подходили снова откатили вниз поэтому при таком рассаде могут просто коррекцию нам чуть углубить а дальше уже в процессе конечно будем удачать смотреть что поменяется по поводу золота она меня безумно утомила на самом деле потому что такие вот движения но это просто в никуда абсолютно у меня были продажи как раз пока ты фундаментальную картину рассказывал мне как раз здесь на две тысячи триста сорок закрылась остаток закрылся остаток продаж которые были то есть часть у меня закрывались вот здесь вот внизу и часть когда мне точно объемы часть как раз вот здесь закрылась просто по траву но потому что у нас толком направленности тоже никакой нету то есть такие вот откаты по 80 процентов но понятное дело с ними бороться бесполезно поэтому сейчас мы подходим к одной второй маржинальной зоне здесь же у нас и с помощью таких трендовых линий построена буферная зона сопротивления и в идеале конечно если нам опять не дадут там перекрытие вверх и снова начнут там что-то расторговать в идеале отсюда конечно увидеть новое снижение тут я с тобой полностью согласен вот оно я понимаю что не совсем коррелирует ситуация например которая у меня по евро но снова таки и евро с последнее время совершенно по-другому движется в отличие от золота там где по золоту было снижение евро просто стояла на месте вот так что с черным такой творче пока что я еще больше за продажи выступаю по золото но здесь для входа нужно нормально чтобы нам залили точный объем то есть по налоге как это было например сделано вверху чтобы хорошим был перекос по футпринту и тогда можно будет уже действительно работать на продажу так что здесь я с тобой абсолютно полностью согласен если что только что о индексу баксов все-таки стоит учитывать вот такой вариант что если полноценно нам дадут все же пробой трендовый вниз тут причем кстати говоря можно по-разному строить можно и вот так вот тоже построить то есть я бы сказал что это пробой не одной даже трендовый а целый вот такой вот буферные зоны то есть которая формируется с помощью вот таких вот двух основных трендовых линий и у него будет вот такой вот вид и если ее полноценно пробит почему я говорил по поводу закрепления в районе 100 105 там 105 05 то это уже полноценно можно действительно подтвердить то что хотя бы локально мы вниз вот на ближайшие там скажем июль месяц к примеру что хотя бы локально вниз мы сходить действительно сможем а потом уже запросто можем и по твоему сценарию вверх то есть в принципе ничего особо не мешает денис спасибо тебе за рекомендации еще раз волатильность настолько начинает нарастать а до завтра как ты правильно отметил выходной день в сша но выходной день который тут же спиниться но он фармами и я думаю что частично еще как бы на низкой ликвидности ох и движение нас ожидают на закрытии этой недели поэтому обязательно контролировать риски это принципиально же для всех к вдобавок к тому что мы с денисом подсветили и нести тоже удачного результативного закрытия недели если будешь работать с учетом экономического календаря под какие-то новости корректировать сделки конечно же на следующей неделе все с тобой традиционно обсудим посмотрим что поменяется в тенденциях в трендах и будем смотреть уже на новые события огромное тебе спасибо что подключился обсудил рынки со мной и тебе и нашим подписчикам классного закрытия недели таки да всем большое тоже спасибо и да прибудет с нами прибыль точно завтра пока пока